Вот уже месяц она радует жителей как старой, так и новой частей города. Напомню, 1 сентября при участии президента Татарстана Рустама Миниханова торжественно открыли набережную Тукая. Помимо функции рекреационной зоны, она также выполняет роль площадки для реализации проектов малого и среднего бизнеса в сфере торговли и услуг. Какова ситуация сегодня? Узнаем из зарисовки побывавшей на месте Ландышка Прановой. Благоустроенная зона набережной Тукая сегодня растянулась на несколько километров. Здесь есть и лавочки для посетителей, и ларки с едой и напитками. Имеются и такие редкие для наших улиц объекты, как общественные туалеты. Именно с претензией на правила посещения одного из них в нашу редакцию обратилась недовольная челнинка Надежда Черкасская. Мы вышли с внучкой и с дочкой прогуляться на набережной. Ну и ребенок маленький, 4 годика, захотелось в туалет. Подошли в туалет, там написано платный, 10 рублей, не страшно. Подошли, дочка говорит, мне вот надо с ребенком. Платите 10 рублей, пусть ребенок идет один. Ну как ребенок пойдет один, если ей 4 годика? Тогда платите за двоих. Ну если мне не хочется, как быть? Не жалко мне эти 10 рублей. Ну тут столько детей гуляет. И у каждого разная ситуация. Мы обратились за разъяснениями к кассиру, работающему при этом уличном туалете. Она заявила, что детей они вообще пускают бесплатно. А мол, поступившая жалоба – это вымысел. Отметим, что на самой кабинке правил посещения нет. Как нет, в принципе, общих законов или других подобных документов, регламентирующих посещение туалета. Тем более работающего на коммерческой основе. Предприниматели сами вправе устанавливать цены и правила. Причем трактовка последних на совести как раз обслуживающего персонала такого объекта. Вот сейчас выйдет женщина с ребенком. Вот ждите. Она зашла с ребенком. Я делаю только за нее, за взрослую, за маму. Подтвердите. Это просто врут. Однако уличный туалет хоть и уникальное для нашего города явление. Но прибыли мы на набережную не из-за него. Например, на прошлой неделе прошло сообщение о том, что вандалы сломали подвесные скамейки качели. Позже все они пропали, демонтировали. И вот одна из них снова на своем месте. Мы застали рабочих, которые как раз производили ремонт навеса. Обновленная версия будет надежнее, объяснили они. Ведь вместо прежних цепей креплений теперь прутые арматуры. Если руководство одобрит конструкцию пробного экземпляра, то позже вывесят и остальные, выполненные в таком же стиле. Несмотря на подобные шероховатости, в целом новые набережные горожане очень довольны. Набережная очень понравилась. Очень красиво, очень приятно здесь ходить. Я в восторге, конечно. Как все, наверное, челненцы. В восторге, видимо, и дети, что облюбовали прилегающий мост через Меликеску. В объектив нашей камеры попала группа подростков, лазающая под самым перекрытием и по элементам опор. Завидев нас, скалолазы поспешили спрятаться. Родителям, узнавшим своих чат на этих кадрах, теперь будет о чем с ними поговорить. Что касается набережной, то работы по ее преобразованию еще не завершены. Они продолжатся весной. А челненцы надеются, что власти обратят внимание и на опасную доступность моста, и на организацию работы тех же туалетов. Ландыш Капранов, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.